Евросоюз объявил, что вводит очередной восьмой пакет санкций против России. Он стал своеобразным ответом на присоединение Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. И в нем, помимо множества новых запретов на поставки товаров в Россию и из России, есть несколько нововведений, актуальных для автомобильной промышленности. Прежде всего, Еврокомиссия вдруг разрешила размораживать активы российских компаний, чтобы завершить международные контракты. Правда, для проведения таких сделок требуется специальное разрешение от европейских регуляторов. Что все это значит? А то, что условный Даймлер теперь теоретически может цивилизованно отречься от попавшего под адресные санкции КАМАЗа, закрыть совместные предприятия и получить хоть какую-нибудь денежную компенсацию от российской страны, а не просто передать активы государству за один рубль. Все операции должны быть завершены до 7 января 2023 года. Так что тем фирмам, кто действительно решил уйти из Российской Федерации, нужно поторопиться. Либо принять стратегическое решение остаться. В этой ситуации сложнее всего придется, пожалуй, калужскому заводу «Песамарус», который на 70% принадлежит концерну «Стелантис». Эта площадка только недавно обрела экспортную ориентацию, с которой отныне придется однозначно распрощаться. Ведь рынок ЕС теперь официально закрыт для продукции отечественного машиностроения, включая автомобили, двигатели и тому подобное. Между тем, планировалось, что ежегодно автозавод будет отправлять за границу более 30 тысяч автомобилей. Это грузовые близнецы «Ситроен Джампи», «Фиат Скуда», «Пежо Эксперт» и «Опель Вивара», а также их пассажирские версии. Кроме того, в Калуге позапрошлой весной наладили выпуск турбодизелей 1.6. Впереди этот мотор ждало углубление локализации. В частности, блок цилиндров думали отливать на мощностях группы газ, а для мехобработки создать собственный цех. Эти двигатели в исполнениях Евро-5 и Евро-6 были готовы закупать буквально по всему миру, в Европе, Латинской Америке и Северной Африке. Ожидалось, что за границу будет уходить до 80% всего тиража. Под эти задачи руководство «Стелантиса» готовилось создать сотни новых рабочих мест, так как завод хотел не только наращивать объемы, но и осваивать новые производственные операции, в частности, штамповку основных кузовных элементов.